В Твери продолжается череда массовых субботников. В минувшие выходные был уже второй. На этот раз фронт работ это 17 территорий во всех районах города. Вооруженные граблями и лопатами вышли на уборку и жители микрорайона Южный. Они привели в порядок общественные места, а также новый сквер на улице Можайского, построенный по программе формирования комфортной городской среды. Этот сквер на улице Можайского уже центр притяжения для жителей микрорайона Южный. Несмотря на то, что работа по благоустройству здесь еще в разгаре. Подрядчик заканчивает устранять неполадки и готовит объект к летнему сезону. Также сотрудники администрации Московского района в ходе подготовки к массовым субботникам одну из первых включили эту зону отдыха в перечень территорий для уборки. Субботники мы проводим в первую очередь на видовых зонах. Перед субботниками мы объезжаем все эти территории, смотрим какая из видовых зон. Наиболее загрязнена. Соответственно, приоритет мы отдаем именно вот этим зонам, которые в первую очередь бросаются в глаза и требуют уборки. За периметром сквера в большей черной пакете участники субботника складывают скопившийся мусор. А для тех, кто трудится в самом сквере, подготовлен другой инвентарь. Грабрит тачки и лопаты. Там, где будет высажен газон и деревья, подсыпают и разравнивают плодородный грунт. Работа, то есть, нелегкая, я бы сказал. Но все же делать надо. Все для народа, для людей, чтобы отдыхалось, все хорошо, красиво, чтобы было. За день до субботников сквер на Можайского с инспекционной поездкой приезжал глава города Алексей Огоньков. С наступления благоприятных погодных условий подрядная организация, которая проводила работу на объекте, приступила к устранению выявленных дефектов. На сегодняшний момент установлены качели, тренажеры, трибуны, уложено покрытие. В настоящее время подрядные организации устраняют выявленные дефекты в рамках гарантийных обязательств. Ориентировочный срок завершения работ по гарантийным обязательствам – это 2-3 недели. Главную достопримечательность нового сквера – фонтан уже несколько раз запускали в тестовом режиме. Совсем скоро он будет радовать горожан в течение всего весенне-летнего сезона. Здесь как раз очень хорошая зона. Ядро появилось, которое, конечно, будет требовать в себя дополнительного внимания. Здесь будет развиваться и дорожная работа, и тротуарная. Здесь получится очень хорошая, такая продуманная зона для отдыха, для трафика. Вообще такая многопрофильная. К маю все работы по благоустройству. Новые зоны для прогулок и семейного отдыха в Южном должны быть завершены. Субтитры создавал DimaTorzok